Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Будьте благословены, пусть Божий мир, Божья праведность, Божья радость наполнит ваши сердца, войдет в вашу жизнь и благословит вас. Знаете что, когда Иисус родился на этой земле, это было такое великое благословение, которое люди даже не могли вполне осознать. И это принесло нам такое счастье, такую свободу. Просто представьте, что вы не получили то, что вы должны были получить по справедливости, наказание за ваши грехи. Просто рождение Иисуса избавило вас от наказания за все ваши грехи. Друзья, мы согрешали очень много. У нас есть миллиарды, если не триллионы грехов. И за них надо было бы ответить. Но Иисус сказал, я отвечу. И вы представляете, мы не получили то, что мы должны были получить по закону. Реально, это Божий закон. И я вам скажу еще одно чудо. Мы получили то, что не должны были получить. Это благодать. Это любовь Божью. Это вечную жизнь. Это счастье. Это радость. Сыновство. Поэтому мы для Бога не рабы, мы не слуги. И когда мы говорим раб Иисуса Христа, мы подразумеваем то, что у нас ничего нет своего, у нас только все Божье. Что это говорит о принадлежности Ему. Это не говорит о том, что Он угнетает нас. Это говорит о том, что Он нас благословляет, дает нам счастье, радость, свободу, мир, любовь. Все самое лучшее. И представьте, мы не просто для Бога какие-то далекие. Это раньше мы были далекие, а сейчас мы стали близки кровью Его. Мы стали детьми Божьими. Поэтому тема проповеди будет называться «Благословение или проклятие. Часть 2». В прошлый раз я проповедовал о благословениях и проклятиях, и она актуальна сегодня для каждого человека. Нету такого человека, которого бы не затрагивали проклятие или благословение. Слушайте, нету такого человека. А нам это нужно слышать. Нам нужно слышать, для чего пришел Иисус. И как Библия говорит, что Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И вы знаете, что Иисус это делал? Он ходил по земле, Он проповедовал людям радостную весть. Вы представляете, что Иисус не приходил с плохой новостью к людям? Он не говорил, ты слепой, тебе станет еще хуже, потому что ты грешил. Нет, Он открывал глаза. Он делал жизнь только лучше. Жизнь людей становилась хуже только тогда, когда они просто отвергали Его, когда они не могли вместить Его. Потому что Иисус это самое большое благословение на земле для человека. Это когда ты встретишься с именем Иисуса. Послушай, я скажу тебе очень важные слова, важную информацию. Если у тебя чего-то нету в жизни, или скажем так, у тебя нету ничего в жизни. Ничего нету. Ты одинокий. У тебя, может, какие-то болезни, у тебя, может, какие-то проблемы, из которых ты вылезти не можешь. Но я скажу тебе одно. Если ты знаешь имя Иисуса Христа, ты благословенный человек. Ты можешь выйти из любой ситуации, из любого кризиса, из любой беды. Он выведет тебя. В Артемии слепой кричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И знаете, это имя помогло ему. Он был исцелен. Открылись глаза. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Итак, многие в жизни хотят быть благословенными, но не знают как. Мы слышим, мы слышим о процветании, мы слышим о пробуждении. И знаете, это такие громкие заявления, громкие слова. Но как это применить, как это принять в жизни простого человека? Как принять благословение и быть абсолютным благословением в жизни? Вы представьте, знаете, говорят так, в семье не без урода. Это мирские поговорки. И многие люди верят в то, что какая-то из сфер может страдать, и это нормально. Над тобой издевается кто-то, болезнь какая-нибудь, нищета над тобой издевается. Но это нормально, у всех же есть проблемы. Послушайте, Бог учит нас молиться как? Да будет воля Твоя на земле, как где? Как и на небе. Бог хочет, чтобы у нас на земле были небеса. Бог хочет, чтобы у вас было небеса, уже начались на земле. Не там, когда вы умрете. Сейчас вы отмучились, 50, 60, там 80 лет. И тогда вы пошли на небеса. Господь хочет, чтобы вы небеса уже вкусили. Уже переживали. Чтобы вы переживали массу радости. Чтобы вы никогда не печалились. Чтобы все ваши нужды были восполнены. Слушайте, Евангелие от Иоанна 10, 10 говорится. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Три вещи. Украсть, убить и погубить. Смотрите, кому это относится. Это относится к вору. Ну, знаете, дьявол, я вам скажу, это личность, которая хочет всегда прятаться. Никогда, чтобы о нем не говорили. Всегда делать пакости. Всегда приносить человеку ущерб. И оставаться в тени, неизвестным быть. Знаете, есть люди, через которых приходит зло на эту землю. Которые начинают кризисы. Которые начинают войны. Послушайте, ни один кризис не произошел сам по себе. Это четко и грамотно, очень умно спланировано. И всякие депрессии великие, и всякие кризисы, и дефолты, и так далее. Всякие войны на земле. Да такого нету, чтобы вдруг произошла война. Она четко планировалась. Она была спланирована. Итак, есть люди, но вы знаете о них? Да не знаете вы о них. Вы только можете, может быть, предполагать, что это вот этот, это вот тот. Да, понятно, что это люди, у которых есть деньги, власть и так далее. Они-то и управляют этими всеми делами. Но вы о них ничего можете не узнать. Вы, может быть, будете слышать о других людях, но те, которые это делают, вы никогда не узнаете. Так вот, когда дьявол делал пакости человеку, постоянно ущерб наносил человечеству, то пришел Иисус и сказал, вот он, он виноват. И он приходит в вашу жизнь для того, чтобы украсть, убить и погубить. И знаете, что Иисус не сказал, что приходит грабитель. Знаете, есть разница между грабителем и вором. Есть разница. Кажется, это одно и то же, но это разные вещи. Вор, это действует тайно, шито-крыто. Действует осторожно. Действует так, чтобы его не заметили. Вы знаете, даже Иисус, он сказал, что сын человеческий придет, как тать ночью. То есть, как вор. То есть, незаметно. То есть, используя вот этот вот, как бы, наглядный пример, понимание, что он придет незаметно. Он так придет, чтобы его не заметили. Друзья, у меня почему-то предположение. Я не знаю, когда Иисус придет, но мне почему-то кажется, точно не воскресенье. Когда все нарядные, когда все идут в церковь. А именно, когда будут будни. Никто не будет ждать его. Итак, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я вам скажу так. Цель дьявола – делать человека несчастным. Делать обворовочек. Представьте, у вас украли. Вот вы поехали куда-то, у вас украли кошелек с документами, с паспортом и с деньгами. Как вы себя будете чувствовать? Ужаснее дня в вашей жизни не будет. Послушайте. У вас украли все. Все украли. Вы не знаете, что теперь делать. У вас куча проблем. Вы не знаете, где вы будете ночевать и так далее и тому подобное. Вы знаете, многие люди, они переживают стрессы, печали, скорби в жизни. Просто потому, что дьявол обворовывает их, и они этого не знают. Они думают, что, ах, наверное, на роду написано, ах, я такой плохой. Нет. Дьявол работает в твоей жизни. Он какие-то сферы жизни оккупировал в твоей жизни и обкрадывает тебя. И, к сожалению, он делает это с вашего разрешения. Потому что, когда вы его прогоните, запретите ему, он уйдет сразу. Он, может, еще какое-то время может оставаться, подумает, может, вы не всерьез? Ну, когда вы покажете все серьезные намерения ему, да, как Библия говорит, противостойте ему твердую веру, и что сделает дьявол? Убежит. Оказывается, дьявол умеет бегать. И бегает он только тогда, когда у человека есть вера. Вот почему нам нужна твердая вера. Почему в жизни человека все сферы должны быть благословенными? Какие сферы? Бог нас создал из трех частей. Дух, душа и тело. У нас есть дух, он создан для общения с Богом, для духовного мира, для духовных вещей, чтобы мы воспринимали духовные вещи, чтобы это не было для нас чуждым. Так же Бог дал нам душу, чтобы это разум, память, разум, это чтобы мы общались с людьми, и тело, чтобы нам ходить и жить в физическом мире. Итак, ни одна из этих областей не должна быть обкрадена. Каждая из этих сфер должна быть покрыта и благословлена Бога. Многие люди живут очень хорошо физически, но страдают душевно. Они одиноки, они боятся там за свое богатство, может быть, они не доверяют никому, или они несчастны, или что-то у них, знаете, многие люди, например, бедно живут. У них, может быть, есть друзья, там, знакомые, но у них постоянно они бедные, у них нужда в финансах. Или, например, у человека, в принципе, есть и нормально, может быть, и душевно, как бы, есть общение с людьми, душа у него в порядке, мозг в порядке, деньги так более-менее тоже нормально, но духовно он, как бы, мертвый, он от этого тоже страдает. Потому что, когда рождается дух у человека, вот тогда человек становится полноценным, тем, кого Бог запланировал человека. Когда у человека дух не рожден свыше, это означает, что он не имеет общения с Богом, то есть он не получает от Бога именно настоящего счастья. Как написано, что все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. То есть, если дух пустой, человек будет искать наслаждение, будет искать себя в удовольствиях, в разных развлечениях, будет находить, искать, где он может быть счастлив. И он не будет понимать, почему я несчастный, у меня есть и друзья, у меня есть, в принципе, и деньги. Но почему я несчастный? Потому что дух твой мертвый, потому что ты не общаешься с Богом, с главным создателем твоим. У тебя нет общения с Творцом, тот, кто тебя создал. Вот, когда у тебя восстановится общение с ним, восстановится отношение, когда будет починена вот эта связь, тогда ты будешь полностью счастливым. Итак, почему все сферы человека должны быть благословенными? Как в слове написано, 1 Коринфянам 12, 26. Посему страдает ли один член? Страдают с ним и все члены. Послушай, если у твоего тела все здоровое, но ты порезал палец. У тебя сердце болит? Нет. У тебя голова болит? Нет. У тебя просто пальчик болит. И он тебе приносит как бы дискомфорт во все тело. Ты порезал палец. И тебе больно. Больно. Ты ждешь, когда это пройдет острая боль. Вот представь, если у тебя какая-то сфера, она не покрыта Богом. Она не благословлена. То есть, ты туда не впустил Бога, ты туда не впустил свет. Там не разобрано еще. Бог и Его Слово являются самым большим благословением для человека. Как и через что общается Бог с человеком? Через Слово Божье. Друзья, вот иногда люди думают, что Бог с человеком говорит через священника. Да, тоже говорит. Но я вам скажу, что Бог, во-первых, говорит с человеком через свое Слово. Вот почему нам нужно относиться к Слову Божьему очень внимательно, очень, как сказать, с большим вниманием, интересом и уважением. Потому что Слово Божье – это не просто книжка, написанная каким-то автором. Слово Божье – это инструкция к жизни. Послушайте, если вы купили что-то, вы не знаете, как пользоваться. Есть инструкция, даже компьютер вы купили, вы не знаете, как пользоваться. Есть инструкция. И там пошагово объясняется, что надо сделать. Надо включить, надо загрузить, надо скачать, надо то и все. Представь, ты живешь, ты не знаешь, как жить счастливо. И тебе нужно руководство по жизни. И у тебя есть эта подсказка. Послушайте, ты не брошен. У тебя есть инструкция для жизни, не просто для жизни выживания, а для полноценной жизни счастья. Послушайте, Бог не создал человека, чтобы он жил более-менее на земле. Бог создал человека, чтобы человек был счастлив на земле. Счастлив. Я хочу это отметить, что каждый рожденный человек на земле имеет право на счастье. Каждый человек. Нету такого человека, который не имеет права на счастье. Многие люди так думают. Многие люди так и смотрят. Вот я, например, я создан для счастья. А ты, например, создан работать на мое счастье. Понимаешь? Бог сокрыл в слове все благословения для нас. Послушайте, все благословения. Ничего нового вам не скажет. Если вы думаете, что он встретится с вами и расскажет вам что-то новое. Он скажет, что все записано в слове. Но только Дух Святой может их нам показать и открыть. Вот почему важно иметь общение с Духом Святым. Потому что именно он путеводитель по слову. Именно он может дать вам ответы на ваши вопросы. Например, у одного один вопрос, у другого другой вопрос. У одного одно болит, у другого другое болит. Представьте, что такое больница без врача. Без врачей. Да, морг. Представьте, если вы читаете Библию, и у вас нет Духа Святого. Это означает, что вы пришли в больницу, где нет врача. Сама по себе больница, она вас не излечит. Вы можете даже в самую лучшую дорогую больницу прийти. Но она вам не поможет. Атмосфера больницы никогда не исцелит человека. Это врачи, которые там, люди, которые специалисты, которые учились там, изучали. Они могут помочь каким-то образом. Но представьте, если вы пришли в больницу, там нет врача. Это аналогично, когда человек открывает Библию без Духа Святого. Он думает, я сейчас поумнею. Сейчас я открою Библию, прочитаю и стану умным. И буду дискутировать с другими. Послушайте, это смешно. Но Библия, это закодированная книга. Ты будешь читать на русском языке, а для тебя это будут вообще иероглифы. Ты будешь на родном языке читать. Но внутри ты будешь думать, Боже, о чем здесь вообще говорится? Что за иероглифы? Что за непонятный вообще язык? Я что-то вообще ничего не понимаю. А потому что есть код и есть раскодировка. Дух Святой тебе вдруг будет открывать Писание. Даже у самих учеников Иисуса Христа их разум был закрыт от понимания Слова Божьего. И даже когда Господь Иисус воскрес из мертвых, он встретил двух учеников, которые шли в Имаус. И он начал с ними рассказывать, заговорил. Просто как путник пристал. Они даже не узнали в нем Господа, никого. Знаете, Бог умеет профессионально прятаться. Не только дьявол умеет прятаться. Дьявол прячется так, что он наделает шумихи. Людей столкнет зубами. Это идет в сторону. Люди будут грызться собой. Это ты, ты виноват. Нет, это ты виноват. А он такой будет сидеть, знаете, и смотреть на этот цирк. Он сделал все. Люди друг на друга валят вину. Но знаете, что Иисус, он спрятался. Вот после воскресения из мертвых. Он идет в простой, простой, как простой путник. И такой разговаривает со своими учениками. Такой узнать, что же они думают. Поняли они что-то, не поняли. И они такие говорят. Он такой спрашивает, что, куда вы идете? Он говорит, а они ему такие, а ты что, не слышал, что в эти дни произошло вообще? Что вот распяли Господа и так далее. Он говорит, да, интересно. Он говорит, а мы надеялись, а мы верили, а мы думали. Знаете, у них такие были размышления. И что Иисус сделал? Он их повел куда, в Слово, в Писание. И он начал объяснять им из Писания, что Христу надлежало пострадать и на третий день воскреснуть. И написано, что их сердца горели. Их сердца горели, но они не понимали. Они его задержали, говорят, останься с нами. И написано, когда он преломил хлеб, стал невидимым. И тогда они поняли, это был Господь. Вы понимаете, что Иисус проверил, и Он нашел, что ученики не бум-бум, что они не понимали духовных вещей. И они пытались понять, пытались, говорят, Иисус, объясни нам эту притчу, Иисус, объясни нам эту притчу. Вы понимаете, что Слово Божие, оно все спрятано, оно все в притчах. И тебе нужен Дух Святой, чтобы все это понять, чтобы тебе найти ответ на твою нужду, тебе для этого дан Дух Святой. Поэтому, если ты думаешь, что ты без Него справишься, то я тебе говорю, ты не справишься вообще. Тебе нужен Дух Святой. Не лишай себя благословения и не огорчай Духа Святым тем, что ты сам. Знаешь, так не получится. Разрыв человека с Богом приносит страшные последствия. Все люди, которые верили в Бога, и начинают сомневаться. Я вас хочу немножечко вдохновить, хочу побудить вас, не разочаровываться. Потому что неверие, оно так и просится в нашу жизнь. Посмотри, ты помолился, и Бог тебе не ответил. Посмотри, ты находишься в нужде, и Богу все равно до тебя. Посмотри на это, посмотри на то, посмотри на несовершенных христиан и так далее. И знаете, многие верующие начинают сомневаться вообще в христианстве. И я вам скажу, этого дьявол и ждет, чтобы у нас произошел разрыв с Богом. Чтобы мы перестали молиться и читать Слово Божие. Когда эти две вещи произойдут, тогда у нас произойдет разрыв с Богом. Да не будет этого никогда. Итак, разрыв человека с Богом приносит страшные последствия. Боль и отсутствие смысла в жизни. Ты зарабатываешь деньги, но не знаешь, для чего они тебе нужны. У тебя есть энергия, у тебя есть таланты, у тебя есть дары. Но ты уперся в стену, думаешь, зачем мне это все. Что, я не вижу смысла, для чего я живу. Для чего мне это все надо, к чему мне стремиться. А так всегда и будет. Когда у тебя не будет общения с Богом, тогда у тебя потерян смысл жизни. Бог создал человека благословенным на сто процентов с правом жить и господствовать на земле. Вот каким создал Бог человека. И я попрошу каждого верующего никогда не ставить в основу свой личный опыт. Знаешь, я жизнь прожил, и у меня никогда так не было. Знаешь, я смотрю на пасторов, как они живут, на каких-то верующих. Не делайте заключение. Не делайте заключение только потому, что вы увидели несовершенство в людях. Обращайте свое внимание к Слову Божьему. Знаете, как в Библии однажды фарисеи спросили у Иисуса, по всякой ли причине позволите на человеку разводиться с женою своей. У них уже был заготовлен ответ. И когда они спрашивали, они спрашивали только для того, чтобы подловить Иисуса. Иисус говорит, они говорят, а вот закон Моисеев позволяет, и так далее. То есть им нужна была отмазка, им нужна была веска, чтобы это оправдать грех. И они говорят, там, Моисей разрешил, и так далее. А Иисус говорит, а от начала так не было. Вот как Иисус ответил. А как было в начале? А вот посмотрите в начале, как было. Нам всегда нужно возвращаться в начало, потому что начало и есть оригинал. И создал Бог мужчину, и создал женщину, и создал одного мужчину, и одну женщину. И они должны жить вместе всегда. Вот так Иисус ответил. И что Бог сочетал, человек не разлучает. Что сделал Иисус? Он вернул человека в оригинал. Он вернул человека в начало. Друзья, если я сегодня буду смотреть, какие церкви сегодня, я скажу, Господи, да странно вообще, если ты являешься их Богом, да я вообще не хочу ходить в эти церкви. Если я каких-то верующих встречу, знаете, полуверующих, или теплых каких-нибудь верующих, или вообще мирских верующих, которые там на все компромиссы мира идут, то я скажу, зачем мне тогда вообще быть верующим, если я могу быть хорошим мирским? Зачем мне быть верующим, если я ничем не отличаюсь от них? Послушайте, нам всегда нужно возвращаться в оригинал. Нам всегда нужно возвращаться именно в то, что Бог вначале сотворил. Давайте прочитаем Бытие 1, 27. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И женщина сотворена по образу Божьему. Не мужчины, а Божьему. И мужчина сотворен по образу Божьему. Вот вам и загадка. Как выглядит Бог? 28 стих. «И благословил их Бог». Послушайте, Бог их благословил. Что может быть лучше? «И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Обладать всей землей. Не должно быть сферы, где земля начинает тебя захватывать, где какая-то сфера у тебя страдает, где ты не можешь справиться, потому что Бог дал тебе способность. Он дал тебе и власть, и способность обладать землей. И владычествуйте над ней, над рыбами морскими. Смотрите, владычествуйте, проявляйте власть над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всем скотом, и над всею землею. Над всею землей означает, все сферы ваши должны покоряться вам, и вы должны жить в благословении, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Только Бог сказал человеку, что человеку надо владычествовать над всяким животным, присмыкающимся по земле, тут же подползся змей, и Ева начала слушать его. Что ей? В чем ошибка ее была? То, что ей не надо было разговаривать с животным. Не надо было. Надо было владычеству сказать, закрой рот, не шипи, уползай отсюда. Ты не можешь прийти на мой уровень и говорить со мною, ты животное. И Бог дал мне власть. Важно понимать, что Слово Божие говорит. А она начала слушать, что змей говорит, что животное говорит. Послушай, никогда не давай возможность Животным говорит твою жизнь. Есть животное, оно продолжает жить, змей этот. И он может разные обличия принимать, только для того, чтобы тебе сказать дезинформацию. Чтобы тебя увести от Бога. Причина, по которой дьявол тебя ненавидит, потому что он, Бог тебя любит. Очень любит. И сделал тебя счастливым. Просто ни за что. Просто сделал тебя. Он хотел быть невестой Христа. Он хотел бы быть с Богом близко. Он хотел бы входить во святое святых. Но, увы, увы, никогда. Никогда он там не был. Поэтому пусть Бог благословит вас. Я благословляю каждого, кто сейчас здесь. Я благословляю каждого, кто смотрит во имя Иисуса Христа. И я говорю, пусть во все сферы вашей жизни придет благословение. И я просто молюсь Богу о вас, чтобы вы стали этим благословением для вашего окружения. Там, где вы живете, в ваших странах, в ваших домах, среди ваших соседей, на работах. Чтобы вы стали благословением для незнающих Бога, для неспасенных людей. Во имя Иисуса Христа. Чтобы вы стали примером для людей. Чтобы люди стали у вас спрашивать. Чтобы они стали у вас консультироваться. Чтобы вы могли быть ответом для них. И Бог хочет, чтобы вы стали ответом для этого мира. Через благословения, которые в вашу жизнь приходят через Слово Божье. Через откровения, через познания. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.